Добро пожаловать на наш традиционный праздник на полях. Сегодня я продегустирую с вами различные пива из Баварии, которые принято пить на баварском празднике Октоберфест. Ну а я вас проконсультирую насчет традиционной баварской риты. Давайте начнем. Для начала я покажу вам маленький каталог. Немножко расскажу вам про пиво. Спасибо. Так, у нас есть вот такой маленький каталог. Здесь вы сразу на обложке. Можете увидеть различные сорта пива. И многие из них мы можем сегодня попробовать. Также я хочу показать вам вот такую табличку. Так, что мы сегодня хотели попробовать? Здесь вы можете увидеть, как пиво, какого цвета бывает пиво. Это начинается со светлых желтеньких тонов. Переходят к различным оттенкам желтого, золота, оранжевого. К такому насыщенному оттенку. Насыщенному оттенку коричневых тонов. Также вы можете посмотреть, какие сорта пива имеют какой оттенок. Вот здесь они все представлены. Самый светлый это Pils. Pils имеет температуру для дегустации от 7 до 12 градусов. Имеет 4,5 до 6 процентов алкоголя. Такое уже почти светлое это Helles, как переводится светленькое. И, конечно же, к светлым еще относится White. Очень популярная пива. Так, посмотрим дальше. Следующий оттенок более такой золотой-коричневый. Здесь у нас находятся сорта Keller и Hellepoch. Ну и более темных уже India, Pale Eyed, Dunkel и Puerto. Что, между прочим, из Англии. Итак, мы сегодня пробуем более светлое это напиво. Так как они более популярны в Баварии. Они такие самые вкусные, насыщенные. Немножко фруктовые, смолистые. Иногда с таким ореховым оттенком. Ну что же, давайте я принесу вам первое пиво. И покажу вам бутылочку. Итак, что бы вы хотели поесть? Да, у нас очень много сортов различных сосисок на любой вкус. И я думаю, что вам целесообразно было бы попробовать именно традиционные баварские в сочетании с капустой. Смотрите, у нас есть свиные сосиски. Также сосиски из смеси свинины и говядины. Также менее жирные, но не менее вкусные, это сосиски из индейки. Также есть вполне диетический вариант. Это куриные сосиски. И также мы можем сделать различные сочетания, например, курица и свинина. Курица и говядина, индюшатина и говядина. Ну, любые сочетания, которые вам были бы интересны. Итак, вы бы хотели попробовать сосиски из индейки и свинины, да, сосиски? Хорошо. А что насчет капусты? Мы хотели бы вам предложить квашеную капусту или наоборот тушеную свежую капусту. У нас есть более кислая, также более сладковатая или нейтральная. Вы хотели кислую тушеную капусту, хорошо? Так, позвольте я повторю ваш заказ. Итак, вы заказали свиные сосиски, сосиски из индейки и тушеную кислую капусту. Хорошо, я отправляю ваш заказ на кухню. И я думаю, что скоро все будет готово и я вам все принесу. Спасибо. Смотрите, я выбрала для вас два рама. Он достаточно светлых пива. Они относятся, в принципе, к самым светлым пивам, именно сортам пива, которые мы вам сегодня хотим показать. И поскольку они достаточно похожи по вкусу, я предложу вам для начала выбрать одно из них для дискутации. Первое пиво, которое я вам покажу, это коротко оставлю. Это вот в такой вот красивой бутылке. Золотой пиво, также пиво называется Клостагот. Это очень популярное пиво. Что насчет пиво? Очень вкусное. Оно имеет слегка ореховый оттенок во вкусе. И как все предложенные мной сортам пива сегодня, оно имеет такой немножко терпкий вкус, но также немножко подфруктово-ягодный, поэтому он очень приятный и освежает. Да, они все терпкие, потому что это светлые тона пива, которые мы дегустируем, так как именно их предпочитают гости на Октоберфест. А второе пиво, которое я только что принесла, в принципе, имеет такие же параметры, как и первое, но оно без орехового оттенка. Вкус оно более смолистое. Что бы вам хотелось из этого больше попробовать? Вот это, да? Да, здесь, кстати, тоже очень интересная такая упаковочка, название Густел. Тоже немножко напоминает Австрию. Правильно. Тогда я его вам открою и налью. Значит так, я открываю сначала пиво. Прислушайтесь к приятному звуку. Типичному плоп. Налью ваше пиво. И вы сразу можете посмотреть, как аппетитно оно наливается. Такой красивый, светлый, желтенький оттенок. Сразу чувствуется такой слегка смольной аромат. Пимка у этого пива стойкой. А если вы будете делать первый глоток из этого бокала, вы почувствуете ее на губах. Она оставляет очень приятный вкус во рту. Также она будет немножко оставаться на краях кружки. Это знак того, что пенка у этого пива сильная. Это, конечно же, знак того, что пиво здесь у нас качественное. И, конечно же, очень вкусное. Давайте я поставлю вам это пиво. Вы его продегустируйте. И потом мы можем с вами посмотреть еще на следующее пиво. Давайте поставлю. Итак, ваше блюдо готово. Давайте его посмотрим. Так, здесь под сосисками находится тушеная кислая капуста, как вы и заказывали. И на такой подушке у нас лежат сосиски из индейки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сосисочек из индейки. Они у нас идут со специями, немножко остренькие, но в меру я думаю, что вам понравятся. И также на вашем блюде свиные три сосиски. Вот они лежат. Раз, два, три. У этих сосисок более традиционный вкус. Там нет много специй, но больше вкус присутствует натурального мяса. Я советую вам есть каждую сосиску в прикуску с капусты. Потому что капуста очень хорошо оттеняет этот мясной вкус. И я надеюсь, что вам это понравится. Приятного аппетита. Ну что, я надеюсь, вам вкусно ваше пиво с традиционным баварским блюдом. Также я хочу вам, пока вы пробуете ваше пиво и ваше блюдо, показать следующие три сорта пива на выбор. Эти я подобрала вот так вместе, потому что это самые типичные такие сорта, которые принято продавать на Октоберфест. Пожалуй, я покажу вам первым вот это. Другие два поставлю в сторонку. Так, посмотрим. Это Märzen. Я вам это пиво показывала, также сегодня наше брошюрке. Оно относится к светлым, так сказать, по оттенку довольно-таки высоко. Думаю, второе сверху есть еще более светлые сорта. Что в дегустации пива играет особую роль, это также насладиться упаковкой самого пива, увидеть в нее некую традицию. Здесь вы видите такую красивую наклеечку, на которой уже нарисована старинная картинка из Баварии. Тут вот лошадки и вот такие вот первые палатки. Они еще более маленькие, чем те, которые сейчас стоят на Баварии, где много тысяч людей могут насладиться прекрасными различными сортами пива. Так же покажу вам второе пиво. Это такая более модная, так сказать, менее традиционная, более модная этикетка. Такая красивая бутылка, темная, выглядит дорого. Ну, это одна из старейших пивоварней Баварии. Пиво, которое находится в этой бутылке, немножко темнее, чем то, которое я вам показала только что. Ну, в той списке, которую я вам сегодня показывала, находится примерно посередине, то есть имеет такой золотой оттенок, европейского золота, да. и следующее пиво. Опять же, более традиционной упаковки. Вы здесь можете увидеть, совсем такой старинный праздник. Да, это видно также по нарядам. Нарисованы здесь людей. И вот этот вот, классический баварский узор, вы его также можете увидеть у нас здесь, на декорационном окошке. Да. Этот узор вы, конечно, будете видеть везде, в Баварии, на каждой палатке, и также на многих костюмах. И какое пиво вам бы хотелось попробовать? Да, это тоже светленькое пиво идет. У него он такой, немножко хмельной вкус. Да, от хмеля. Хотите попробовать это? Хороший выбор. Давайте я вам его открою и налью. А, конечно, уже в другой бокальчик. Все вкусно? Нравится еда? Угу. Хорошо. Я очень рада. Спасибо. Итак, это пиво я приношу вам в одно из самых традиционных поварских кружек. Она закрывается. Имеет также описанный узор, который уже был на этикетке пива. И также у нас находится на заднем фоне. Это очень такая приятная тематика. Я думаю, она немножко подымает праздничное настроение. И, конечно же, такую радость наконец-то сделать первый глоток безумно вкусного ароматного пива. Так что давайте я вам поставлю. вот тут вот берите кружку и наслаждайтесь вашим пивом. Приятного аппетита. Так, я надеюсь, вам у нас понравилось и вам было вкусно. на прощание я хочу показать вам маленький каталог сортов пива нашего заведения, которые вы можете получить вы можете заказать различные сорта пива сколько вам захочется и они будут приходить к вам каждый месяц для дегустации. у вас есть интерес? Тогда давайте я оставлю вам каталог здесь. Вы можете его заполнить и потом мне отдать. Спасибо вам, что вы посетили наше заведение. Мы надеемся, что вам понравилась наша особенная атмосфера и, конечно же, мы надеемся увидеть вас снова. До свидания. Чиз.